Приветствую, друзья. Сегодня, как обычно, я отвечу на пять ваших вопросов, которые мне показались наиболее интересными. Спасибо, что много их присылаете. Ну и поехали. Возможно ли при текущем бюджете страны улучшить уровень жизни граждан, если его, имеется в виду бюджет, не разворовывать? Когда в 2003 году на встрече с Путиным я заявил о воровстве среди его приближенных, общий объем коррупции оценивался в 30 миллиардов долларов. Штабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Наиболее адекватные оценки коррупции на настоящий момент говорят о суммах на порядок больше. Что говорить, если обороты только одного из офшоров скромного виланчелиста Ралдугина за несколько лет составили более 2 миллиардов долларов. А мы помним закрома полковника Захарченко с сотнями миллионов наличными, полковника Черкалина, чья коррупционная заначка даже больше, чем у Захарченко. Коррупция съедает значительную часть бюджета. Но проблема коррупции в нашей стране заключается в том, что она давно приобрела системный характер. Чиновники и фронтирующие их бизнесмены воруют не потому, что подвернулась такая возможность. Они теперь сами создают эти возможности. Когда мы говорим про текущий бюджет, мы должны помнить именно об этом. Что важно не только искоренить воровство. Важно исключить те расходы, которые были придуманы только для воровства. А ведь есть еще невероятно раздутые инвест-программы госкомпаний. Есть гигантские закрытые статьи расходов на силовиков. И существующие только на бумаге оружие. В общем, есть куда сокращать. Вот эти все ненужные обществу расходы. И есть резервы для улучшения жизни. На что нужно направить эти резервы? На образование. На создание высокооплачиваемых рабочих мест. Помнится, президент обещал их 25 миллионов. Обманул, как обычно. А нам нужны эти рабочие места, чтобы квалифицированные специалисты не уезжали каждый год в другие страны. Да и остальным зарплату поднимать пора уже 7 лет. У большинства людей благосостояние не растет. Хотя до Португалии в большинстве регионов еще ох, как далеко. И граждане страны имеют право на неунизительную жизнь. Что подразумевает достойную оплату труда работающих членов общества. Ну, а кроме того, чем больше люди получают, тем больше товаров и услуг они покупают. Вот собирательный, например, полковник Захарченко, тот не знает, что делать с деньгами. Он их просто складывает в большие коробки. А обычный человек появляющиеся деньги тратит. Вот вы купили там шкаф. Продавцу магазина и сделавшему шкаф рабочему заплатили зарплату. Они, в свою очередь, тоже что-то купили. И вот так по цепочке, так и раскручивается экономика. Стране выгодно иметь людей, получающих нормальную зарплату. А мы еще не поговорили про образование. И высшее, и школьное. Вот куда нужны деньги. И не только теплые туалеты, наконец, построить в 21 веке-то. Деньги в образование – это наша инвестиция в будущее своих детей. Мы можем себе позволить иметь школы, да и больницы, на самом деле, не хуже, чем в Швеции. И всего-то надо заставить маленькую кучку людей перестать воровать. Перестать придумывать грандиозные проекты ради воровства. Перестать отвлекать кучу народов, силовые структуры ради охраны наворованного. А лучше просто уступить, наконец, место молодым. Которые гордятся не тем, что у них нет мобильника, или что они не умеют пользоваться компьютером. Михаил Анатольевич, вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет. А наоборот, тем, что они часть большого и быстро развивающегося мира, который живет куда как богаче. А в некоторых своих частях и справедливее. Есть такое мнение, что ваше негативное отношение к нынешней власти в России, не потому, что она действительно не честна и автократична, а потому, что вас самих оторвали от кормушки. Вот и обида. Можете прокомментировать? Ну, конечно, могу, Александр. Для начала я хочу вас спросить в ответ. А вы не считаете, что нынешняя власть нечестна и автократична? Это что, не так? У вас есть какие-то сомнения? Один человек управляет страной 20 лет и собирается делать это еще почти столько же. Он кто? Разве не автократ? В стране давно уже нет реальных конкурентных выборов. А вся власть завязана на одного вот этого самого человека. Как назвать эту систему? Это не автократия? То же самое с честностью этой самой власти. Она врет во всем. За примером далеко ходить не надо. Возьмем пару самых ярких. Разве нам не обещали, что конституцию под себя менять не будут? Я никогда не менял конституции. Не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. А что мы видим? Или афера с пенсионной реформой? Вот прямо обещали, что возраст выхода на пенсию повышать не будут. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И что? Ну ладно, с властью разобрались. Теперь вторая часть. Понимаете, я не был чиновником, который ведет образ жизни мультимиллионера. Я не был главой госкомпании, который считает, что она принадлежит ему, а не государству. Я не возглавлял с пользой для себя госкорпорации. Не обогащался на господрядах. Не был богатым главой нищего региона. Не зарабатывал миллиарды на пропаганде. Мой каждый шаг в бизнесе, в сугубо частном, подчеркну, бизнесе, описан и задокументирован. Мне нечего скрывать. Когда в 2006 году Путину понадобилось продлить мой срок заключения, меня обвинили в хищении нефти у самого себя. То есть пришлось предъявлять абсурд, потому что больше нечего было. Это несмотря на то, что вся документация и моя, и компания была у правоохранителей. 150 человек. 10 лет копали. Думаете, если была бы некая реальная зацепка, то не предъявили бы? Или вы говорите опять про приватизацию ЮКОСа? А вы знаете, что кроме ЮКОСа мы с партнерами сделали еще три бизнеса, со временем перешагнувшие миллиардный рубеж. А потом вложили в покупку ЮКОСа все свои деньги. И все, которые смогли занять. А взамен получили плохо управляемую компанию с миллиардными в долларах долгами, полугодовой задержкой по зарплате и бандитами, которые контролировали сбыт. И совсем не планировали что-то отдавать. И вот в тот момент готовых также рискнуть других претендентов на компанию не нашлось. Мы рассчитались с долгами. Избавились от бандитов. Стали платить людям зарплату. Кстати, работяги в Сибири до сих пор добрым словом наши зарплаты вспоминают. Затем нарастили добычу. Внедрили современные технологии, прозрачную бухгалтерию. Это же ЮКОС первым раскрыл состав акционеров, финансовые показатели. И вот только после этой, поверьте, реально адовой работы компания стала приносить деньги и дорого стоить. А могли не справиться. Могли все потерять. А вот когда ЮКОС стал приносить деньги, то мы прибыль вкладывали обратно в компанию, в технологии, в активы. Чтобы вы понимали, нефтяная компания – это не просто дырка в земле, из которой хлещут деньги. Каждая скважина – это сложнейшее инженерное сооружение. Каждый серьезный куст скважин по затратам и сложностям, как самолет под землей. А потом, когда на поверхность поднимается эта смесь из 30% нефти, остальной воды, соли, газ – разделяют все это. Готовят нефть к сдаче, по сути, настоящие заводы. И только уже потом другие заводы делают из нее знакомые всем бензин, солярку, гудрон для дорог, масла, а еще кучу всякой продукции. И вот всем этим надо уметь управлять. Вот Сечин, например, умудряется при гораздо более высоких ценах на нефть сделать так, чтобы вся Роснефть стоила дешевле, чем потраченные на покупку активов деньги. То есть он своим управлением не увеличивает, а снижает стоимость нефтяной компании. А с Путиным у меня конфликт возник, когда прибыль от ЮКСа я стал вкладывать в общественные и образовательные проекты, и когда я ему публично на коррупцию его подчиненных указал. Для себя же лично мне вполне и сегодня заработка хватает. Я вполне могу себе позволить продолжать поддерживать общественные проекты в России, образовательные в том числе. Этот Кремль очень бесит. Я уж прошу прощения, что так подробно на этом остановился. Тема вроде общеизвестная. Но раз есть вопрос, надо объяснить еще раз. Может ли российское ксенофобное, агрессивное, глубинное общество родить идею парламентской республики, правового государства, свободы, взаимоуважения? Верите ли вы в это? Только честно. Честно? Конечно верю. Даже не так. Не верю. Знаю, что может. В 2013 году после освобождения, как вы знаете, меня выслали из страны и закрыли обратный въезд федеральным розыском. Так что некоторый европейский опыт у меня уже образовался. Я вам скажу, европейцы не особенно отличаются от нас, россиян. А мы от них. Переехавшие постоянно или временно на Запад, в Европу или в Америку, россияне прекрасно адаптируются к современным демократическим стандартам жизни. Россияне на Западе уважают закон, терпимо относятся к меньшинствам, ценят свою и чужую свободу. Россиян за границей, страшно даже сказать, совершенно не пугает смена власти в результате честных выборов. С другой стороны, я жил бок о бок самым, что ни на есть, глубинным народом. С ребятами в колонии за шесть тысяч километров от Москвы. Нормальные в массе свои ребята, поверьте. Нет никаких глубинных культурных или исторических причин, почему мы не можем жить у себя дома так же, как живут и в Европе. В чем проблема? Проблема в системе. И в пропаганде. Авторитарной системе проще управлять агрессивными и ксенофобными людьми. Так проще убедить в наличии врага, которому надо противостоять. Под чутким руководством автократа, конечно. И вот тут вступает в действие пропаганда. Вы знаете, пропаганда у нас прямолинейная. Да что там прямолинейная? Скажем, тупая. Зато ее очень много. На нее тратятся колоссальные деньги. Все федеральные каналы работают именно на создание атмосферы ненависти и нетерпимости. И это работает. Пока еще работает. Но если этот излучатель ненависти выключить, то все быстро придет в норму. Я лично верю в наших сограждан. Я знаю, что они в массе своей хорошие, добрые люди. У нас нет проблемы с народом. У нас есть проблема с властью. Ждет ли нас сценарий Белоруссии в 2024 году? Думаю, что в чем-то ситуация будет очень похожа. Вот сами послушайте. Немолодой, уже четверть века единолично правящий страной лидер собирается продлить свое пребывание у власти. Он безнадежно устарел для своей страны и теряет популярность. Он оброс друзьями и коррупционными обязательствами. Не способен обеспечить развитие государства и благосостояние граждан. Но он давно потерял связь с реальностью и даже не понимает, что является тормозом для страны. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Путин. К тому же груз совершенных преступлений просто не оставляет ему возможности для благоприятного ухода. Согласитесь, под такое описание можно подставить хоть фамилию Лукашенко, хоть фамилию Путин. Это одинаково подойдет обоим. А значит, в 2024 году нас ждет ситуация, похожая на Беларусь этого года. Будет ли она в точности такой, как мы наблюдаем в Беларуси? Конечно, нет. Хотя бы потому, что и Путин, и оппозиция сделают на основе белорусской ситуации свои выводы. Посмотрев на Лукашенко, Путин, конечно, не допустит ни одного неподконтрольного кандидата. Он уже увидел на примере Тихановской, чем это может грозить. Оппозиция на основе белорусского сценария может проанализировать возможности сугубо мирного протеста, когда ему противостоят не имеющие никаких тормозов силовики. Но в целом Россия 2024 года будет похожа на Беларусь 2020. В 2024 году Путину предстоит решить проблему переизбрания на уже очевидно в неконституционный срок. При этом проблемы с популярностью и рейтингом он испытывает уже сейчас. Экономика тоже лучше не станет. Да и просто усталость от одного лица во власти накапливается. У Путина есть 4 года, чтобы решить эту проблему, не допустив массового возмущения, как в Беларуси. У нас столько же времени, чтобы придумать, что мы можем противопоставить пожизненному правлению автократа. Чего вы боитесь, Михаил Борисович? Чем готовы пожертвовать ради достижения цели? Хороший вопрос. Физических угроз я не очень боюсь. Не в смысле, что я там себя героя строю. Нет, просто философски отношусь. От всего не убережешься. Тюрьму меня не испугать. Я там уже провел 10 лет. Это неприятно, но это не смертельно. Главная проблема тюрьмы – семья и те ограничения, которые не дают полноценно работать. А Барак и Баланда – то, к чему я приучил себя относиться абсолютно спокойно. Конечно, особенно после истории с отравлением Алексея Навального возникает вопрос – а боюсь ли я покушений? Ну, как я уже сказал, я 10 лет провел в тюрьме. Там меня убить было гораздо проще. Хотели бы – сделали бы. Вот чего боюсь по-настоящему – это не успеть сделать то, что могу и считаю необходимым. Вот это для меня страшнее всего. Я признаюсь, я амбициозный человек. Именно амбиции, а не деньги, двигали мною в бизнесе. Деньги были только инструментом. Хотелось создать лучшую компанию, стать номером один в своей сфере. Удалось. Получилось. Юкос был лучшей нефтяной компанией страны. Самой эффективной. Поэтому и отобрали. Но и до разграбления Юкоса я планировал уйти из бизнеса. О чем еще тогда говорил. Я достиг своих целей. Я создал лучшую компанию. Надо идти дальше. Пробовать новое. Применять свои навыки в других сферах. Сейчас мой интерес – общественно-политическая сфера. Я верю, что моя страна достойна большего, чем у нее есть сейчас. Я знаю, что мои управленческие навыки в промышленности, мое умение работать в кризисных ситуациях будет полезно моей стране на переходный период. Переходный от нынешней автократии к нормальному современному демократическому государству. Помочь стране стать лучше – это моя нынешняя амбиция. Это то, что я боюсь не успеть. То есть страна в любом случае когда-нибудь станет сильной и современной. Но хотелось-то, чтобы при моей жизни… Друзья, спасибо за вопросы. Присылайте еще. Всего вам хорошего.